Добрый день, друзья! Сегодня я поделюсь с вами своим способом догрунтовки холста эмульсионной. У меня способов таких несколько, но вот один из них, эмульсионный грунт, я покажу по своему рецепту. Возможно, где-то и есть такие способы в мире, там где-то кто-то так и делает, но я такого не встречал за рубежом, и у нас о таком не читал и не видел в интернете. Холсты у нас по России, по Москве, как правило, вот если брать среднеценовой сегмент, грунты не очень хорошего качества. У дешевых холстов там вообще беда с грунтовкой, они просто втягивают все, что можно. Средний сегмент, он как бы изначально по умолчанию сделан как бы под акрил. Надо тебе под масло, ты сам догрунтуешь. Вот как бы по умолчанию идет. Дорогие холсты, вот типа там именно под масло, на льне, на лен, но они очень дорогие. Вот такой холст может стоить там 700-900 и выше тысячи рублей, в зависимости еще от столярки. Если столярка хорошая, ценник может быть очень высоким. Вот они хорошие, импортные хорошие, бывают дорогие холсты. Вот это вот, например, то что вот пол Москвы завалено вот таким холстом, это хорошая китайская тряпка, смесь, скорее всего, 50 на 50 лен-хлопок, но грунт здесь такой вот лучше загрунтовать, иначе могут пойти пятнышки такие. Возможно, вы встречались с таким, сталкивались, когда ты пишешь, у тебя или сразу все масло впаивается, уходит в грунт. Это, кстати, испорченная живопись 1 и испорченный окончательно холст 2. Масло, когда оно уходит на обратную сторону, в тряпку, это масло разрушает само полотно со временем, лет через 10-15, оно просто истлеет. Масло его разрушит. Вот. И, то есть, там будет достаточно пальцем дотронуться, чтобы вот эта вся текстура рассыпалась, чтобы была дыра. Вот масло не должно, масло из живописи абсолютно не должно контактировать с тряпкой. Для этого, собственно, и существует грунт. Это одно из основных его предназначений. Одно из предназначений грунта именно изолировать масло от грунта и, собственно, дать ему какие-то оптические свойства цветовые, текстурные и так далее. Так вот, эта тряпочка хорошая. Да, вернусь. Или все уходит в тряпку. Это вообще беда. И день испорчен, и живопись испорчена. Начинающие вообще не понимают, что случилось. Он может рисовать месяцами. У меня студенты приходят на занятия, они же скажут, что я месяцами пишу. На вот этих вот тянущих грунтах, например, фирма Туюкан, там вообще кошмар. Там не грунт, а эмульсионкой покрашена. Тряпки у них хорошие. По Москве московская фирма тоже какое-то время работала, но мне просто надоело полностью грунтовать их тряпки. Там тряпка отличная, холст, ну, я имею в виду холст хороший, столярка хорошая, грунт никакой. Может, у них что-то изменилось к этому времени, к началу 20-го года. Но до этого все было так. Ну, это неважно. Я про о том, что нужно всегда знать, какой у тебя холст. Можно взять и тот же Туюкан и взять его догрунтовать. Или еще какой-то вот этот китайский холст. Да, еще вот немножко сумбурно говорю, тут только проснулся, грубо говоря, только пришел на работу. Еще бывает такое. Холст вроде бы нормальный, вот как вот этот вот, но бывает где-то на узелочках, это хороший грунт акриловый, но на узелочках бывает, особенно когда ты чем-то смажешь, чуть-чуть нато тронешься до этого узелочка, где-нибудь мастихинчиком сотрешь, поработаешь, и в этом месте потянет, и особенно на светлые краски, небо пишешь, точечка будет такая маленькая, противная, как будто вот жирным чем-то капнуто, бывает их несколько, портит работу. Вот это тоже плохой, слабый грунт. Вот. Это такое отступление, я думаю, вы поняли, о чем я хотел сказать. Теперь, как догрунтовывать? Способов много, грунтов несколько. Есть акриловые, считаются как самые лучшие универсальные, гесса. Есть масляные, самые ненадежные, но зато на них красивая живопись, она блестит, она не втягивается, но адгезия, прилипание живописи к масляному грунту очень плохая, об этом вы можете почитать, почитать в интернете. Есть смешанный, это эмульсионный грунт, это что-то среднее, это не самый лучший грунт считается в мире, но хороший, эмульсионный, когда клей водный смешивается с маслом, с масляными частицами. Он не очень тянет, точнее, ну так, слабо тянет краску, то есть живопись на ней красиво смотрится и, соответственно, абсолютно не втягивается в тряпку, то есть грунтовка хорошая. Так вот, мой способ, что я делаю, это я стал не так давно это применять, где-то полгода, но показатели хорошие. Я сейчас даже на ваши глаза, я делал на краски дома, там они у меня есть, все уже поотрывал, я на прилипание проверку делал. Сейчас я сделаю при вас на камеру, как это все делается и, соответственно, и даже контрольный образец делаю. Итак, что для этого нужно? Берем прямо перед работой, например, чем хороший этот способ? Он делается под задачу в данный момент прямо перед работой. Вот, например, мне нужно что-то написать портрет. На чем портрет пишется? На умбре, на белых холстах портреты не пишут. Ну, пишут дилетант. Не дилетант, а, возможно, какие-то есть особые техники, когда белый холст под кожей лежит, но это все не собрано, все так себе. Нужно окрасить чем-то обычно умброй. Вот с нее и начну, покажу, как это делать. Вот стоит задача. Прямо сейчас, через десять минут, начать портрет. Перед тем, как писать, я беру акриловый лак. Сейчас я покрупнее все сделаю. Итак, что нам нужно? Акриловый лак, хороший какой-нибудь, неплохой. Вот я покупаю ВГТ, абсолютно не реклама, лак так себе, но устраивает для наружных и внутренних работ акриловый глянцевый или полуглянцевый, как-то его называют, не матовый. Матовый нежелательно брать. Мало ли что, может, воском или какими-то присадками его матируют. Глянцевый, это значит, здесь есть только вода, несколько присадок текстотропных и, собственно, эмульгатор, возможно, и сама эмульсия акрилата, то есть в воде акриловые частицы. Лак можно найти и лучше, например, Альпина советую. Шикарный лак, он, правда, дороже, раза в два будет. Я беру почему, потому что цена-качество нормально, вот это вот ВГТ. Итак, портрет наш предстоит. Вот я выдавливаю, да, момент такой, извините за сумбурность, просто вот сейчас, опять же, студенты, я утром снимаю, придут студенты, я вот все тороплюсь, чтобы все успеть рассказать. Я немножко уплотняю этот лак, то есть я выливаю по бутылкам, вот по таким вот, и не трогаю этот лак, вот этот же, ну, где-то до месяца, не трогаю. Немножко отслаивается воды, ну, сантиметра два-три, вот так вот. Иногда больше, партия от партии, там у них партии так по-разному все бывает. Иногда больше воды. Эту воду желательно слить. Остается более-менее вот такой густой лак, уже хороший, то есть там меньше процент воды, больше процента акрилаты. Это хорошо. Так, губка любая, вплоть до посудомоечной какой-то губки, растираем лак по всей поверхности. Тем самым мы изолируем полностью холст, точнее, да, наш холст, наш грунт от масла верхнего. Эти холсты, я знаю, одной проклейки вполне достаточно. Если берем какой-нибудь китайский совсем ненадежный холст, кстати, как проверять натянущую способность, брызгаем воду на сухой грунт и смотрим, как она впитывается. Растерли, брызнули, растерли ладошкой и смотрим на отражение окна или света какого-то. Если сразу впитывается, грунт вообще ужасный, его нужно несколько раз догрунтовать. Вот так вот можно раз прогрунтовать с водичкой, например, один к одному, потом еще раз без водички и потом уже третий раз акрилом. Тогда уже будет надежно изолировано. Если стоит вода хорошо и стоит вот как на пленке и никуда не девается, а еще лучше в капельки сворачивается, это грунт хороший. Значит, на нем можно вообще без догрунтовки попробовать писать. Повторюсь, но это очень дорогие холсты, достаточно дорогие. Так, разнесли, изолировали. Теперь берем... Теперь берем... Так, вот палитра берем... Так, видна, видна. Берем немножко умбры. Обычно пишется по умбре. Вот умбра. Умбра сонет. Очень хорошая краска сонетовская. И берем обычный тройничок или же масло. Разбавляем немножко. Особенно если краски густые, желательно их чем-то разбавить. Если краска жидкая, такое бывает из тюбика, там бывают всякие краски жиденькие, можно прямо вот сюда выдавить полсантиметра и это растереть. Если краска более-менее густая, желательно помочь эмульгированию капелькой масла или тройникой. Тройник еще лучше. Там и масло есть, и лак, и все вот эти ингредиенты, и разбавитель. Вот берем капельку. Нужно по тону, сколько нам нужно. Вот я взял каплю, действительно, и растираю этой же губкой по поверхности. Вот чуть больше добавлю. Что сейчас происходит? Сейчас и происходит процесс механического эмульгирования. То есть губка, кисть с этим, кстати, не очень хорошо справляется. Губка очень хорошо втирает в водный лак, в акриловый, где присутствует вода, частицы масла, масла, пигмента этого масла и, еще немножко, и, собственно, лака и сопутствующих ингредиентов, какие там есть еще. Так, извините. Так, мне позвонили, прервали, на чем это я остановился. В общем, сейчас происходит процесс эмульгации, эмульгирования. Масло со всеми компонентами втирается в... эмульгируется. То есть частички масла как бы всплавляются с вот этим водным раствором. Вот так вот. Кстати, можно вот так вот оставить его под портрет, ради бога. Вот такую текстуру она может сыграть. Можно вот так вот гладенько все это... все это разнести. Вот я сейчас впустил время на звонок, она сейчас густеть стала. По идее, все это так можно сделать очень аккуратно, вдоль и поперек. Сейчас вам покажу на другом цвете. Можно все это аккуратненько сделать. Вот. Вот. Все. Через... Можно поставить на вентилятор. Это не обязательно. Она и так через пять минут будет готова к работе. Лак. Не очень большое количество. Главное, чтобы он надежно покрыл все без пропусков. Вот он лак густой такой достаточно, как отстоявшийся лак. Как примерно... Ну, не знаю, как с чем сравнить. Но не очень жидкий, не очень растекающийся. Так. Разнесли, проверили на отражение, нет ли сухих пятен не покрытых. Потом сюда берем... Сюда же берем... Ну, например, вот что-нибудь холодное. Предстоит мне зиму писать холодную. Беру ультрамарин или там FC или там еще какой-то. Можно, кстати, да, с белилами. Это неплохо. Вот эти частички, они свеженькие пока что в масле. Мы по ней пишем работу. Прям сегодня начинаем что-то писать. И наше масло, верхние слои масла будут прекрасно связываться вот именно с этим маслом, которое еще не полимеризовалось. То есть это как бы корешки для нашего масла. Они свяжутся и дадут хорошую адгезию. Вот. Вот о чем я говорил. Можно туда-сюда аккуратненько погонять вот этот... Уже без давления уголочком погонять. Вот она сейчас немножко схватывается. И оттуда-сюда гоняю. И имитировать даже текстуру холста. Вот такие, ну, крест-накрест черточки. Вот. Все. Можно поставить на вентилятор. Это если прямо сейчас ты хочешь писать. Ну, и она и так высохнет, вот эта поверхность за какие-то там минуты. Так. Например, вот еще раз закрепим на каком-нибудь... Так. Что у нас? Серый цвет. Один из самых востребованных оттенков серый. Серый грунт нейтральный. Берем точно так же. Берем эмульсию. Не эмульсию, но акриловый лак. Губочку. Закрываем все поры хорошенько. Повторюсь, если плохой, не уверен. В качестве грунта можно сначала один раз покрыть акрилом, дать высохнуть минут, ну, наверное, ну, час, лучше два. И потом уже по нему делать вот эту процедуру. Так. Берем что-нибудь серенькое. Можно сразу сажа капельку, можно с белилами. Вот, повторюсь, масла не должно быть много, очень много. Вот. Берем нужен нам, например, серый цвет. Как нейтральный, как базовый. Очень хорошо, кстати, по таким легким серым грунтам пишется. Все что угодно. Когда белый холст, ну, вы знаете, наверное, живопись на нем очень такая жесткая и как бы раздробленная. Белый цвет холста поддерживает краску, каждую краску в отдельности, поджигает ее. А это не всегда нужно. Иногда нужно или нейтральное такое, или вот что-то объединяющее цветное. Там синее, желтое. Охры, кстати, можно что угодно. Вот это я пока вам пару цветов показываю. Два-три покажу. Вот. А на самом деле вы можете сложные смеси составлять. Такие охристые. Вот нужная под задачу. Средний тон, средняя температура вашей работы. Вот на, если брать одни и те же краски и писать, например, на охре или умбре и на голубом, будет две разные работы. Одна будет теплее по колориту, особенно когда в один сеанс пишешь, вторая будет холоднее, причем значительно. Так, вот серый, отлично, холстик, прекрасно. На нем изумительно. Писать можно что угодно, как и холодные картины, так и теплые, и не будет вот этого эффекта несобранности от белого холста. Так, вот сохнут они. Что еще? Нейтральный белый цвет. Нужен белый цвет. Берем лак. По акрилу писать. Да, я же забыл сказать, это самое главное, почему я вообще это, там, цвет и все. По акрилу писать нельзя. На акрил, вот, ну, будь-то мы хотим просто белый холст. Взяли, размазали акрила, акриловый лак и пишем. Нельзя, отвалится. Вот по акриловому грунту писать можно, поскольку там есть пигменты, наполнители всякие и как бы он неравномерный. Он дышит и есть куда масло пустить, корешки, чтобы зацепиться. Вот этот лак даст, собственно, глянцевую поверхность, с которой адгезия масла не очень хорошая. Соответственно, чтобы оставить белый грунт, нужно или белило чистое разбавить, или просто капнуть льняного масла. Немножко. Вот, ну, тут относительно акрилового лака это процентов 10, ну, 15, до 20, не больше. Повторюсь, опять же, для того, чтобы не было нужды ждать полимеризации этой эмульсии. Иначе, если мы один к одному сделаем, по этой эмульсии писать нельзя будет. Ну, соответственно, масло может уйти дальше в грунт. Тут я на технологии заостряться не буду, но, поверьте, это так вот. А когда маслом небольшой процент, писать можно сразу. Вот все, пригладили туда-сюда. 5-10 минут и можно писать. Вот. Теперь я сделаю контрольный, контрольную, так сказать, контрольный холстик. Так, вот я сделаю сейчас контрольный грунтик, отжалю холст. Оставлю часть, так, наверно, три или четыре части попробую. Так, серединка. Вот, четыре, грубо говоря, четыре сектора. Это контрольный, пишу, без грунта. Без грунта. Вот этот, так, вот берем тут акрил, просто с маслом. Вот на этой будет полосочки. Вот эмульгировали. Так, масло пишем. Масло. Так, сюда, вот сейчас нужно, чтоб чистота эксперимента, берем новую губку с каким-нибудь цветом дадим. Так, эмульгировали. И вот та же умбра, наверное. Так, на тройничке замачиваем умбру. Вот. То есть движения, кстати, должны быть такие вот, казалось бы, все покрасилось. Желательно, так, побольше, до схватывания, когда начинает схватываться сам полимер, чтобы эмульгировалось качественно, чтобы оно растерлась на микрочастицы вот этих масла, то есть хорошенько эмульгировалось в воде, в жидкости. Эмульсия, кстати, ну, наверное, забыл сказать. Эмульсия – это когда масло растворено в воде, например, классическое – это молоко, когда молекулы масла, ну, точнее, животного жира растворены в обычной воде эмульгированной. Вот. Ее можно сепарировать, то есть выделить масло, отделить воду. Вот. Так, все. Вот это контрольный образец с… Так, слушайте, не хватило еще сектора. Знаете, что я вот этот покрою просто лаком. Так, вот возьму… Тоже пускай будет… Смотрите, что сейчас сделаю. Один контрольный образец у меня будет просто лак. Вот. Я растираю лак. Тоже пускай проверим вот эту… Вот этот вопрос адгезия масляной краски на чистый акриловый лак. По идее, так делать нельзя. А сюда я внесу, ну, вот, с белилами что-нибудь. Так, секундочку. Так, с белилами. Убелила с ультрамарин. Пускай будет. Убелила. Ультрамарин. Тройничок. Густую краску можно уложить, но губка не справится. Она труднее будет эмульгировать, так сказать. Эта вся краска, если она густая, она уйдет в губку и там и останется. А вот эта вот, подразбавленная, растирается хорошо. Так, вот эта сторона. Так, ну, все, вот так и оставим. Вот так. Подпишем тут Умбра. Умбра. Тут Титан плюс ультрамарин. Сегодня у нас… Так, сегодня у нас 12 февраля. Зима. 12 февраля. Так, 12 февраля. Так, сейчас я 5 минут буквально грею, сушу вот это все на вентиляторе, и сейчас же сделаю контрольные наклеечки краски на этот холст. Итак, вот подсохло быстренько, вода испарилась. Все, писать можно. Масло еще здесь есть. То есть, масло как таковое. Не нашел тряпки, нашел холстик какой-то грунтованный. Сейчас попробую на него. Так, что нужно? Прежде всего белило. Так, белило в густом виде. Так, без грунта. Сюда, сюда, сюда и сюда белило. Дальше. Какие-нибудь цветные краски. Так, что у нас такие быстросохнущие? Постараюсь. Вот, например, та же Умбра. Сохнет достаточно быстро. Та же Умбра и что-нибудь. Еще какой-нибудь на всякий случай. Ну вот, краплак. Подольский краплак, я знаю, сохнет очень быстро. Тоже вот берем краплака контрольные. на масло, на Умбру, на ультрамарин и на лак. Так, теперь нужно приклеить, я потом буду показывать на адгезию, как хорошо приклеилось, к чему лучше. Ну, это, кстати, стандартный грунтовый на акриловый лак. К нему, конечно, он шершавый, к нему очень хорошо приклеится все. Вот. А будем сравнивать, как поведет себя, как хорошо отклеится от контрольных образцов. Слой делаю достаточно тонкий, там, ну, до миллиметра. Вот я раздавливаю, чтобы поскорее все это высохло. Я оставлю это, тут у меня в мастерской тепло очень топит хорошо, оставлю, ну, наверное, на месяц, как получится, повыше куда-нибудь поставлю. И через месяц я буду снимать вот эти контрольные образцы. Уже в марте. Так, ну и все. Оставляю куда-нибудь повыше ее в тепло. Через месяц результаты. Итак, еще раз добрый день, друзья. Сегодня я хочу показать результаты своего эксперимента. Сейчас 18 июня, лето. Уже прошло очень много времени. Я планировал пораньше немножко сделать, но тут в связи с этим коронавирусом и прочими событиями затянулось. Итак, окончательно просохло масло. Просто вот они только в очень толстых слоях еще там чувствуются. Сейчас я покрупнее сделаю. Вот, масло высохло окончательно, только в самых толстых местах чувствуется еще внутренняя свежесть масла. Это нормально. В тонких слоях полимеризовалось уже окончательно. Лето жаркое у нас. Итак, смотрим. Без грунта. Точнее, просто на акриловый грунт, на хороший акриловый грунт, масло и опять же к акриловому грунту. Смотрим, белило. Отлично. Вот, на грунте осталось масло. И там, и там. Здесь его больше осталось. Это нормально. Так, дальше. Это белило. Что касается умбры, примерно то же самое. Даже, ну, вот тут как, тут на умбру приклеился грунт вот из этого, из вот этого грунта. То есть, ну, могло и так оторваться, могло и так оторваться. Это примерно одинаковый грунт. То есть, адгезия очень хорошая к акриловому грунту. То есть, вот здесь масло приклеило, вырвало с собой адгезию. Еще раз напомню, многие путают с адгезией. Это прилипание. Это очень важный технологический такой момент, когда живопись должна крепко лежать на своем основании. То есть, приклеена быть намертво. Вот, она не должна отслаиваться, как часто при нарушениях технологии. Картины потом реставраторы вынуждены спасать. Вот. Так, извините. Так, дальше. Кроплак. Абсолютно та же история. То есть, прекрасная адгезия. Вот, кстати, внутри немножко у меня. Вот внутри даже еще сорвалась пленочка и мажется. Так, отлично. Дальше. Вот эта эмульсия. Тут масло у нас было. Масло плюс акриловый лак. Смотрим, здесь адгезия. Так, в принципе, то же самое, как и здесь результат. Смотрим. Точно так же, очень мощно открывается. То есть, смотрите, вот то, о чем я и говорил. Масло легло на эту эмульсию масляную точно так же мощно, как и на контрольный образец на акриловый грунт. Точно тот же результат. Вырвало. То есть, если бы тут было что-то не то, я бы снял до грунта, до вот этого основания. Вот. А здесь, оказывается, умбра прекрасно приклеилась вот к этой эмульсии. С крапуаком. История абсолютно та же. Абсолютно та же. То же самое. Адгезия прекрасная. Теперь умбра. Помните, разбавленная умбра немножко в акриловом лаке. Так, тут тоже, кстати, белила как-то легко отрываются. Белила, кстати, почему-то легко отрываются. Но главное то, что они не отрываются отсюда, от эмульсии. И вот здесь от контрольного образца она прекрасно приклеилась. Здесь прекрасно приклеилась. Отлично приклеилась на эмульсию с умбры. Та же история. Шикарно держится. Та же история. Прекрасно держится и краплаки. Вот это голубой. Ну, тут результат предсказуем. Тут примерно то же самое. Держится на белила. Прекрасно держится. Прекрасно умбра держится. Прекрасно держится. Краплак на эмульсии голубой. И вот этот контрольный образец чистый лак. Ой, тут, кстати, да, легко достаточно оторвалось. Так, смотрим. Ну, вообще приклеилась. Приклеилась. Кстати, приклеилась. Не буду говорить там, что большая разница. Держится нормально на чистом лаке. Но мы должны знать, что на чистом лаке, как и на масляном лаке, то есть на акриловом лаке, но мы должны знать, что на акриловом лаке, как и на масляном грунте, адгезия плохая. Со временем все это, по идее, должно отслоиться. Почему? Поскольку не за что пустить корешки самому маслу. А вот здесь масло, оно пустило в контрольном образце, масло ушло в поры и как корни держатся. А вот в этих случаях, в случаях эмульсии, адгезия происходит не столько к лаку, но еще к самим частичкам масла, которые растворены. Масло, ну и пигмент, собственно, вот эти цветные пигменты, которые растворены в этом лаке. Свежие пигменты. И они полимеризовались, то есть высохли одновременно. Вместе вот эта краска полимеризовалась, вместе вот с подкладочкой они вместе как бы вот спаялись и приклеились. Все. Ножом, сейчас попробую ножиком подрать. Вот ножиком, но смысла нет. Она отрывает прям, я сейчас дырку сделаю просто в холсте. Она отрывает, ну вот абсолютно она не царапается. Ну, царапать-то можно, но вот она. Ну, то есть идеально уже, лучше и не нужно. То есть и со временем ничего с ней не станет. То есть адгезия идеальна. То есть вот такой вот вам способ, ребята. Так, и, собственно, итоги. Способ быстрый, технологичный, очень дешевый. И бьет сразу двух зайцев. То есть первое, ну, по-моему, я в первой части видео говорил, то, что мы избавляемся от тянущего свойства, от брака грунта, от тянущего некачественного грунта, узелочки вот эти, которые там тянуть могут масло в себя. То есть мы изолируем все это, как дегрунтовка дополнительная. Технологичность. То есть мы перед работой сразу делаем то, что нам нужно. Вот это или вот это. Захотели там розовое, там или там зеленое. Быстро губка и капля этого лака дешево. Акриловый лак даже очень хороший. Вот на такую поверхность, ну, тут 10 рублей, наверное, стоит. Ну, и капля масла. Вот. И даже разговаривать не о чем. Вот. В отличие от покупных магазинов грунтов, которые достаточно дорогие, там много накруток, налогов и так далее, и так далее. Это все, хоть он сам по себе не очень дорогой изначально, они дорогие в магазинах. Здесь вы покупаете на строительном рынке или в хозяйственном магазине хороший лак и пользуетесь там год вам. Банки лака хватит на год. Вот. Технологичный. Быстрый, быстрый. Почему быстрый? Ну, быстрый, понятно, по исполнению. И потому что, я бы назвал это вообще быстрая эмульсия, так сказать, вот этот способ грунтовки. Быстрый почему? Потому что классическая эмульсия, эмульсионный грунт классический, ему нужна выдержка от двух месяцев, поскольку в классических эмульсиях соотношение масла, масляных красок, масла как такового к клеевому водному составу примерно один к одному. Там 40 на 60, 30 на 70, 50 на 50 по-разному. Разные художники по-разному делают. Этим грунтам нужна большая выдержка от двух месяцев. От двух месяцев до полугода, год там, кто сколько держит, практически как и масляные грунты, они должны выдерживаться. Так, собственно, вот этот момент хотел отметить. Ну, все остальное, наверное, я все сказал. Пишите, может, кто-то из технологов что-то напишет, может, я что-то неверное делаю. Хотя результаты вы видели. Я и раньше давно пишу на таком способе. Делал давно вот эти накраски. Все сдиралось точно так же. Прекрасно при липании. И сомневаюсь, что что-то может произойти со временем, поскольку при липании вы видите. Акрил – штука прекрасная. Акрил, как вещество, ему лет 70-80, вроде как новый материал, но он показался прекрасно. Он не желтеет, не темнеет, не отваливается, не трескается. Шикарный материал отличает всяких ПВА и так далее. ПВА клеев и других темпер. Да, ну, собственно, вот и все, что я хотел сказать, показать. Результатом доволен. Собственно, тут у меня и сомнений не было. Пишите комментарии. Гроза, летний гром. Пишите комментарии. Подписывайтесь. Приходите на занятия. Сейчас я их буду давать в своей домашней студии. Я ее сейчас оборудую. Здесь очень уютно и хорошо. Вот. Ну, а на сегодня хорошего дня. До свидания. Да, и я уже было срезал холст. Оставил себе подрамник. Холст этот я выбросил. Вспомнил, что не сказал еще один момент. Что на эмульсии... Видно, не видно? Сейчас поближе. Что на эмульсии краски остались достаточно глянцевые. Особенно белило. И в тонких слоях, в толстых белило. И вот краплак. По краплакам очень хорошо видно. То есть, он очень блестящий. То есть, грунт не тянет, не втягивает излишки масла. Что очень важно. Собственно, почему и был изобретен... Художники мучились много столетий с масляным грунтом, чтобы живопись оставалась блестящей, глянцевой, нежухлой. То есть, я к тому, что на акриле, как-то так немножко на акриловом грунте, немножко так видно, не видно. Я не знаю, сомневаюсь, что видно. Но, в общем, поверьте на слово, она немножко прожухшая краска. Особенно вот умбра. Здесь достаточно глянца. Вот такое чувство, что по масляному грунту написано. Блеск сохраняется. Сейчас попробую дать отблеск какой-нибудь. Вот, мне кошка помогает. Вот, краплак блестит, как новенький, как из тюбика. Даже в тонких слоях. Умбра, ну, это свойство умбры, это земляная краска. Она блестеть не будет даже на стекле. Белила сохраняют блеск. Вот, где тут показать. Ну, вот, хорошо видно вот на этих участках. Вот, я не знаю, небо отразится, не отразится. В общем, да, не очень, сам вижу по камере, не очень это заметно. Но факт такой имеет место быть. Краски не прожухли. Это очень-очень даже хорошее свойство. Ну, в общем, вот такие еще выводы. Это дополнительный плюс этого грунта. Субтитры создавал DimaTorzok